кайпе такой это я как-то поменял как-то как-то поменял добрый день уважаемые спонтанно с хавком сейчас у меня стоп подожди слишком слишком громко сейчас будет немножко качественного контента я прошу прощения заранее как будет захват сделать расскажи пожалуйста хавка о том что мы сейчас будем с тобой комментировать вот ну я так понимаю это тим фуфа 3 3 3 на 3 короче то есть четыре команды по три человека в каждой и они все одинаковым расами играют смысле в тиме три эльфа три андета три орка три хумана и даже есть наши русские ты их представишь я не представляю даже как но они играют за эльфов и можешь найти на карте на карте эльфов на карте да это это правильно надо находить их постоянно там играет фоги фоги тот самый фоги ну да вот тот самый ничего себе так подожди 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 а еще играет пух профессиональный да вот это вот но это профессиональный тренер с 2015 года так мы хорошо и так его я с ними это известный рандомщик на водки и со своими бешенными стратегиями давай знаешь определимся может и будешь за эльфом следить а я за хуманами остальных такси остальных вообще не будем будем игнорировать просто я просто на карте действие происходит да давай я тогда за за с удовольствием за эльфа буду смотреть тем более что мне любопытно как как пух будет играть за за эльфов но опять же пух с фоги и такова не тут чуть ли не две недели тренировались постоянно да на этой карте вот с этих уманы бегают там с архимагом паладином маутинг их там уже ауру всякие есть они ставят экспанды да здесь экспанды жена из крауне традиционные имбовые и как бы очень выгодно шторку что хуману ставить x но отличие от альфом 2 дерева что еще раз по 15 и все золото там нет не так много да да на а из крауне я помню мы поиграли собственно без steam то есть и это не совсем честно получается потому что если тебе не повезется респонд на как кажется в дальнем углу то как бы да ты немножко сложновато вот а здесь как бы все очень гармонично получается потому что у вас там на троих остров главное не подраться за эти два две шахты и все и развивайтесь дальше опа тут контакт 1 тг вы ловит молоточек к сожалению да и панду он может от имя то минус тп в общем а я и там мк подступил немножко да смотри тут хумана прямо даже адскую гончую вызвали для замеса и смотри там тяж взяла маутин кинга романтика следственно паладина и я тяж точнее этот инфи с маутин кингом просто одни кино китайском поэтому там по иероглифу первому только можно понять ничего себе ну да смысла особо нет брать одинаковых двух архмагов первых стандартно да мне кажется паладина первым тоже не было особого смысла чтобы двух мк прокачали хотя может быть может быть даже а тут таверна давай может за анденами орками посмотрим что там происходит давай люцифер тэд и а кто у них третий тсб должен был по двадцатый бытового замена точно они бегают крепятся причем как-то в у них это получить осмотрит это там с первым этим предвардом бегает да 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 ну тут та же самая тема на самом деле ну хотя нет тут 2 дк все-таки можно было мне кажется 3 дк они же хилят друг друга они как раз вот в отличие от архмагов ну разве что а урами не совсем никаким акаром не стакаются но они вообще не убиваемые получается правда и бесполезные кроме хиракила от них только не так много и орки там смотри просто потихонечку и орки даже башнями заставились упаялись ранней агрессии ой смотри там сейчас эльфы опять с гуманами могут нет там тп делает фоги до фоги члевает отсюда ну там получилась ситуация что слева андет сверху еще там хуманы под подтягиваются и как-то без перспективно было оставаться там надо сейчас как можно быстрее дочистить точки сейчас кто-то пингует на эти на нижних там где лагерь наемников видимо это жирная . там 9 етин с перерождением пух собрался ее крепить но это правильно делает нужно максимально сразу все точки забрать нет смысла идти атаковать получить хорошие девайсы до орки мне кажется пока меньше всего закрепили потихонечку как-то очень медленно крепится вивер на там добавляет вот когда идет такой вот кооп где три человека все играют одной расой то довольно сложно какую-то ну какие-то комбинации на выстроить тоже герои все одинаковые практически только если с таверна что-то взять и к спой по юни там тоже вот любопытно как они выкручиваться бы то есть у орков там наверняка кто-то в резко в кастеров кто-то под воздух кто-то там в тауренов должно быть какое-то распределение ой смотри архимага там андеты сейчас могут зажать вижу 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 ловит ловит слип слип накидывает но там паладин должен сейчас подхиливать или на тп ой сейчас архимага могут убить да почему тп не прожала тяж это кстати потерял архимага вот первый серьезный замес такой с потерей героев вызывает голема а сейчас можно кстати да 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 сейчас можно было в два молотка если бдл не степортировался его просто не отпустить отсюда там два мк и голем был но он успел подрезали . архимага конечно жалко да он на всех прям манку дает там вверху фокус скрипит ятина спирает так у арков 2 саха ой 3 саха а почему без туре на без первого вот сайте до 1 туре тут должен быть по-любому что туре от пятого уровня 3 ауры и стомб очень хороший конечно очень странное сочетание у орков по-любому должен быть один турен и они смотри на хуманов выдвигаются такая у них армия не очень внушительного размера если посмотреть на хуманов скую но до лезут лезут орки смотри на башни сразу наваливать вынужден такой грозный мк чем пришел же сюда потратил давность телепортироваться и вся армия сейчас лёгко будет давать на минусом подряд ой криты еще так ох приятно там даже могло быть в этом кстати да с особая страта есть мы что 22 хекс это они вообще не выпускают одного героя если там третий хекс тоже по фу фашечки это известный факт вот а тут их трое при стаурен еще есть и будет достаточно сложно без безымки учитывая то что вышки уже виверны пробили а и много рабочих я думаю орки выйдут перепорти тут не совсем понятно кем виверн убивать то есть кроме голема и кастеров никто тут не стреляет виверны правда летают под слоу и архмак пришел ну все понятно один архмак вот поможет ровно пивер смотри как много они там всех и все виверн делают там и фокус и футбер много футбера и они подлетают там под по три по четыре штуки постоянно он начинает виверна разваливаться там же кастеров тоже много и болты залетает да все на тп орки уходит потом разменка и факт что вся армия уйдет до 2 гранта и 1 виверна остается уманы здесь инфи потерял вышки много рабов слушай снизу наших товарищей прессует люцифер причем один пришел на троих такой смелый а во что он наши товарищи в ой масс воздух пошел все химеры а так и ходили по сгибосы то есть ты знаешь да как как вот они сегодня играли перед старт в турнир одну катку вот и по-моему фоги еще несколько медведей делает вот чисто для этого рыкаса хотя мне кажется в такой ситуации можно и немножко талонов добавлять чтобы был циклон там допустим героев крутить такой каши когда 6 человек на одном экране циклонить вообще но это сложно им удастся и но все равно нужно как можно больше разнообразие делать да да вот парень пара медведей несколько талонов по крайней мере для того чтобы пассивно фэри файер кастовали и может быть даже кто-то в мг парочку сделать врачи зашла кричать там кстати вот хуман и тоже разнообразие делает у них романтика воздух играет много истребов сделал остальные как-то в кастер в тяж с инфи пока что мортир не видно мортира вообще должны должны тащить просто опять же здесь в в 3 на 3 так же как-то не знаю в 4 на 4 даже 2 на 2 должны особенно решать всякие ауешки то есть архмага переучить на blizzard кстати смотри какой архмаг у ой как же его господи я бы его еще найти наверху у ети у него даже ауры нет что это такое это называется я переучился при живом элементаре или как у меня вчера такая штука была вчера играл против флая вон на этом на китае и блин у меня почти элементарь закончился вот этот я нажал случайно и учиться без близор понимаю понимаю лет 7 назад сталкивался с такой проблемой в общем смысл в том что когда идут такие массы как раз решают всякие близорды и панды и мортиры химеры всякие таунты и мотан джайантов то есть то что как бы на огромное количество народа так или иначе влияет тауреан из поле райзов в общем и странно что нет мортир ой тут замес кстати люцифера уже успел и и корком выбраться смотрим тут больше но это кстати за зря не так наломаются всех подряд и сейчас еще куда подходит йорк за рада 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 и вот хотя хуман и сейчас могут просто забрать экспанты пойти на север это будет так обидно для арков представляешь они тут сражаются их там убивают неприятной ситуации для наших с эти хорошие ситуации потому что не трогает правда не что ситуация мы спокойно там ходим и куда-то лезем а мы сейчас нам деда пойдем смотри как раз андет будет обескровлен ну хотя как как андеты могут быть обескровлены да но просто приходим и сносим схеме ручками слушай так это же изи изи 500 баксов нет сейчас посмотрим хуман куплен орков конечно жалко такой ситуации то что вы напали конечно сраные тимеры просто взяли тебя из двух сторон приняли там under fire там полный фарш вообще ой там кто-то скролл прочитал орки как тут еще смотри кастер сделали а ты да 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 полезная штука причем не лениться еще накидывал фрэнзи там героев на финдов смотри там внизу флоки уже мэйну снес люциферу да так в том то и дело что сейчас андеты они что что они могут сделать против во первых там у них с лимитом беда наверняка сша и мне такое ощущение что останутся хуман и против эльфов что карки почти сейчас базу да да будут играть наши против не наших если хуман и против эльфов классическое противостояние все минус мэйну люцифера основной минус шара и на роллов тут от нажали там все идет замес параллельно орки с с фуманами вот там умножь намного больше орки потрепанные были да 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 это чертовка в миллион аббаток нет виверны падают ой куда же мы лезем ты химерами а химерами просто фокус по героям но там инвул наличие а вот это катапульта еще да там принимают видимо пит лорда и судя по всему очень много химера как хотя там сзади кучу падши нету падши с атакой 12 смером свиток очень хороший сейчас был прочитан пухом причем сша гиппогрифов походу зря построили да это явный перебор короче не хватило нам воздуха совсем телепортируются пацаны но они нанесли довольно серьезный урон да и смотри там хуманы уничтожают орков вот в это конца да и 5 паладин там у романтика еще другие паладины и сделал плод мейджик вторым героем зачем а ну да флэмстрайк кстати он качнул баниш а не флэмстрайк это крайне странно а возможно для хиракила представляешь кидается паниш и там три полта влетает герой да да ну опять же вот в такой куче молера а если удастся это сделать то великолепно и скоординироваться со своими тиммейтами типа кидаем там убиваем там дыку какого дыку первого второго там этих дыка бегают миллион непонятно но короче нашим яйцово что еще раз так парки у нас да орки у умирают и что самое обидное хуманы выигрывают как бы быстрее ну то есть на что вообще еще андейдов не добили а у хуманов сейчас будет хороший прирост по по эксперт за счет того что они но зато смотри сколько нычек пух занял там 2 и фоги еще одну правый край а хуманы только одну уночку пока что в середине за то есть они на своих на своих двоих так скажем пока что ну и все таки я удивляюсь вот так партир никто не добавила сумма и рочь хорошо заходит против тех же кастеров я удивляюсь почему зачем нужно столько гиппогрифов но они думали что он деда может там вермо будут строить горгулей и смотри сейчас будет замес замес да рада рада намечается панда влетает готова заряжен третий валово фэридрагоны отлично вообще работают смотри крессам все красные большие умирают трех господи твои попали в роз 3 юнита просто уничтожили я совутом пачку кастеров един стране когда пульта под ремшой. О, вот это хорошо было. По-моему, эльфы вообще не потеряли никого. Просто феррики с химерами уничтожили. Но сколько же гиппакей. Да. Слушай, а такой гиппакей? Думано только так. Даже вертолеты не могут. Ну вертолеты, да, не хочется против панды строить. Да и как бы там просто свитками начинает все. Ты же вертолеты с свитками не поконтришь. Нет, ну свитков здесь много не закупишь. Магазинов сколько у нас вообще? Они по 4 штуки, кажется. А, нет, 2 штуки. А, нет, это вообще другая версия карты. Я ни одного магазина не вижу. Ну тогда да, тогда вообще не понятно. Нет, подожди, свитки же покупали, там юзали свитки. А это были свитки, которые выпадали. Там скролл в Resurrection. Серьезно? Нет, по центру два магазина смотри. Раз, два. А, все, да. Тогда и есть. Короче, да, без танков это сложно расконтрить. Потому что ну вертолеты... Ну естественно и стрепами ты все не переловишь. Да, 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 хапки, хапки точно это минус. В общем, получается у нас остается. Ну против эльфов. Да, только нужно андедов добить. У них все-таки еще сверху есть базы. Ну чуть выше на острове. И... Ну правда там уже Хуман приходит смотри тоже. К Теду футменами. Угу. Это такой знак, что сейчас будут скорее всего Хуманы спускаться вниз. Смотри, там еще вышки строятся в центре карты. И там Пух просто экспант ставит. Вот чуть выше магазина, где вышки и там экспант. А, я понял сейчас. Да, Пух умеет. Я правда не знаю, что было раньше экспант или вышки, но судя по всему Пух сначала. Кстати, мы не можем чатика видеть. Ну вот который они там если что-то пишут. Вот в общий чат. Потому что там Пух постоянно популирует. Возможно там встал. Пингует, я понял. Ну зря кстати они не добили андедов. Вот это классическая такая пфашная ошибка. Не стоит. Пух просто пропинговал в центр на этого Хумана. Но им сейчас вообще не нужно агрить на себя альянс, пока они не добили андедов. Да. Потому что андеды могут потихонечку там где-то подкрысить экспанты. Да. У них они восстанавливают герои. У Теда там два героя. В алтаре восстанавливается. Кастеры. Почему бы сейчас просто на халяву это не взять и убить. Экспа. И ты главное... Ну это вообще классика. То есть я таким же образом терпел фуфа. Просто не добивая уже казалось бы поверженных товарищей. Слушай, сейчас Хуманам нужно разведку сделать и посмотреть, что у эльфов. Если просто сейчас Фоги стимы свои наломятся, то у Хуманов нечем будет отбиваться от химер. То есть им не хватит воздуха. Ну да. Сейчас, конечно, лучший момент, чтобы напасть, если уж не добили андедов. Время в любом случае нельзя терять. То есть единственная причина, по которой они могли вот так вот взять и бросить недобитого андеда, это уверенность в том, что в течение там пары минут они смогут спокойно справиться с альянсом. Ну и кстати, да, Хуманы так и не чекнули, вот нападают здесь потихонечку. И сейчас Хуманы видят эту толпу и нужно что-то думать. Как контрить такое количество химер с гиппогрифами? Да. Не знаю, тут танки с пяти варкшопов каждый должен делать. Ну вот, кстати, ТГВ подстроил несколько талонов с циклоном, так что все-таки будет циклоном. Они сейчас уже на экспанды идут. А Хуманы не очень грамотно пошли вниз на андедов и сейчас им придется телепорты делать и как-то сбиваться. Там потому что еще феррики эти не забываем, а там кастеров у Хуманов много. Я иду, 15 секунд. Постройка завершена. Даже Хуманы уже начали футменов убивать своих бесполезных, у Романтика. Ну конечно. Да там и грифонов по-хорошему надо тоже валить. Потому что это... Нет, чувство тут опять будет в одну калитку, потому что столько воздуха. Вот, пытается там вертолетиков Романтик настроить, но он даже четыре варкшопа поставил. Варкшопа все снесли. Сейчас будут куклы думать. Они пока что экспанды завершена. Нас напали. Блин, все, я догнал. Слушай, мэй. Романтик, вертолетики убили. Постройка завершена. Там все, форки смотри. Сзади. Бегу и так смотри. Типичная ситуация. Слушай, Варкрафт такая логучая игра. Требуется у него очень... Это нормально, что после... Исследование завершено. Просто фарш какой-то. Исследование завершено. Город наших союзников. Ждем приготовить. Ну, хуманов уже третий мэйн убили. Им даже не комфортироваться. Исследование завершено. Слава вашим эльхам. Слушай, хуман весь продакшен убили. И андеды еще потихонечку отстраиваются. Плюцифер тоже отстроился. Так, ну, я увидел где-то... Я вижу как химеры убивают мэйн. Да. А была какая-то попытка со стороны альянсов сражаться? Нет, пока что еще не сражается. Ясно. Вот сейчас, правда, кажется, телепорт сделали. Ой, там сколько грифонов сейчас от гипосов. Да, все телепорты делают сейчас. Все, я догнал. Ой, как вовремя-то, как вовремя пришел. Там рейнджерка, там гипосов в два раза больше. А, нет, не в два раза больше. Слушай, а нашим не надо сражаться здесь, надо валить. Да, да, валют, валют. Кстати, хуманы очень грамотно здесь подстроились. Но, опять же, мэйн это все убили. Очень много производящих зданий убили. Да-да, урон был колоссальный нанесен. И у эльфов топнула вся карта в экспандах. А у хуманов... Один плейдмастер убивает экспандеров. То есть ворки уже сдохли, у них ничего нету, но их еще подкресимы. Угу. Там у флайд экспанд остался. Слушай, на наших лезут. Меня пугает количество хавков. Тут нужно... А, они так рейнджерку же сделали? Да есть, есть, есть сало. Но просто гипосов пока недостаточно, на мой взгляд. Еще ловят троих. Ой-ой-ой. Главное не нападать вместе, вместе, вместе. Не скоординировано как, а? Старфол, Старфол, подаем шой. Давай, Старфольчик хорошо заходит, смотри. Какое мясо. Сразу. Все, справились. Ой, как вовремя Старфол. Слушай, такой десбол жесткий. Здесь не разбился. Так, ну сейчас нужно продолжать наверх идти. Вот уже, уже, уже добивать стоит. Священная роща. Нет, а все, 28 лимита. В Дикой Винпе. В Дикой Винпе. В Дикой Винпе. В Дикой Винпе. Там еще романтика много грифонов. Угу. Да, грифоны это не проблема. Тут надо... Вот, кстати, правильно... Хокки со своей механики сделал. Такой десбол воздуха вышли. Потому что где? Не гали. Падает МК. Падают остатки там... Хавков, грифонов. В смысле, да, хавков грифонов. Главное добивать, добивать. Не, ну еще остается у нас... Небольшие количество орков и андеды отстроились. Немножко, но... Тут уже и герои прокачаны. Банды там четвертого, седьмого. Падмасик. Таркаджи. Да. Это экспата не пропало. Кстати, притворд еще у ТГВ. Это, наверное, для этого для актрима, чтобы того в пейчинку подходять. Угу. Мне кажется, тут победа. Халадин, да, похоже. Наши затащили просто китайцев-корейцев. Ну, скорее всего, китайцы. Там одни китайцы, они как-то не тренировались просто. И показали путь, что он матч такой. Ну, они платно будем играть. За 500 баксов. Фоги с Тима, не видишь. Две недели тренировались в упорной тренировке. Да, молодцы. Набор от наших союзников. Ну, пошли просто... Что-то ливну. Мерса, гипс. Пожило выпить. Да, все, гипс, кажется. У тебя тоже игра за... Да, это все. Все, изи. А что, ливнули? Они же там отстроились. А я не видел, на самом деле, как... А вот кто на втором месте... А, погоди, игра все еще идет, но... Рестримим Фоги? Блин, давай рестрим Фоги, потому что... Наверное, из-за того, что кто-то ливнул, она игра окрашнулась. Странно. Вообще не должно такого быть. Я сейчас ее попробую еще перезапустить. Сейчас она у меня загрузится, я тебе скажу, она идет или нет. Потому что андеты-то не вышли, это вышли хоманы, и из-за этого она закончилась. Это очень странно. Сейчас я попробую догнать. Я просто буду, просто буду рестримить. Просто рестримлю. Рестримлю полностью. О, я медведя нашел. Вот так вот. Надеюсь, меня на гидгейме не забанят за рестрим. Давайте вниз, наверное. Так они пришли просто и вычищают андеда. Давайте вниз. Давайте теда добьем. Вот это просто... Послушаешь их разговор, это какой-то отряд особого назначения. Все серьезно, там инфы обмениваются. Ну, 500 баксов-то на дороге не валяется. Это... Круто. Ну, я думаю, пух как тренер заберет 400 себе. Ну, конечно, конечно. Это не обсуждается абсолютно. Может быть, они даже должны ему будет оставить. Он тренировал же, в конце концов. А, кстати, я загрузил через клиент. Ты знаешь, я, наверное, не буду уже... Ну, давай, давай. А, я теперь понял, почему ты говорил, что были лаги. У меня тоже сейчас после загрузки лаги. Тут просто добивают уже андедов. Люцифера добивают. Минус героя, минус весь воздух. И... Да, там дичайшие лаги. Там, видимо, такое количество действий происходит, что оно... Ну, он подгружается, да. Да. Варкрафт, все-таки требует... ГГ, ГГ пишут андеды. Все-таки эльфы имба, получается, да? Ну, я думаю, просто грамотные стратегии. Ну, и мне кажется, оркам не поезобно. Потому что орки за счет бэтрайдеров могли бы разумлить. Да. А орков, видишь, вдвоем напали на них. Неожиданно. Там, видел, мейны строят. Да-да-да, некропы эти. Непонятно вокруг орков. Там предлагают уже один на один разобраться, или... Чек один на один. Это флай, по-моему, предлагает. Там осталось... Осталось два человека, два орка. Это явно уже, естественно, победа. Ну, было понятно еще, конечно, когда хоманов, конечно, убили. Да нет, фокки. Расслабься. Там на тебя жалобу оставили. Рестрим Фогича. А-а-а. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Нам просто некогда на базу зрачаться. Пух прям собран вообще. Триста тридцать человек, кстати, в клейнте смотрело. Шку изнают. Топовая катка. И это еще император не приходил. Парни, все, просто вместе на панте мы выиграли. Вместе. А ты не играешь уже? В смысле, играю? Играешь? Варкафт? Да, в Варкрафт играю. Стримлюсь на годгейме. Серьезно? Надо подписаться. Серьезно. У тебя, кстати, небольшой гул был. Ну, там. На пару секунд. Ну, что там, пытается добивать уже? Да. Ну, как-то, на самом деле, легко получилось для их. Да-да-да. То есть, не было прям какой-то интриги жесткой. Да. После того, как Орков вдвоем похоронили, уже стало понятно, что игра достаточно быстро закончится. Ну, тут понеслась. Да. Орка добивают. Таурен там куда-то... Там девятый козел. Девятый козел, при том, что у Фоги четыре героя. Пучка. Ранквилла. Чарм. Сайленс. Ну, там во Флайе осталась неплохая армия. Джи-джи-джи и Старфол. Джи-джи-джи. Ееееее. Уху. Какие красавцы, а? Уху. Ну, мне кажется, ошибка тех же куманов была, то, что они варкшопы вообще не строили. Да. Потому что нужно было понимать, что тебе нужны и танки, и вертолеты, и что там, и мортиры. Ставки мне можно, поэтому. Да. О, да. Красавцы. 30 каток. Говорят, все пришли повеселиться, и только эльфы потели две недели. Ой, хорошо, спасибо тебе, Хавк, большое за компанию. Здравствуй, давай. Удачи. Удачи. Да, что? Серега. Серега. Михаил. Ладно, спасибо, давай. Пока. Ну, и везет в сильнейшем. Так, можно попробовать сделать после матча в интервью. Я как бы даже не вспотелась, честно. Да, нет, конечно. Я думаю... Фоги. Фоги. Ну, блин, сотку питье все-таки пришлось. Это уже уровень. Ну да, я 15 минут в сотку боялся, что... Пока мы деремся судами, у нас хумки нападут. Нам нужен воздух. Пуху 500 остальные спасибо. Ну, в принципе, да, но... Я пацанам... Пуху 500 остальные спасибо. Молодцы, парень. Я доволен игрой, подготовкой, все прошло как по маслу. Идеально. Да, и пекарям, и упырям из чата. Да, и огромное, конечно... Теперь должно быть понятно. Огромное спасибо спонсору, который по такому формату организовал уже по счету какой шестой этот матч. Спасибо огромное. Эгрик. Да, сколько по времени игра получилась? Смайлса, спасибо. 40 минут. По времени 34 минуты. Надо же так. Вот, как и предсказал. Еще быстрее. Чуть дольше проводились, видите. Ладно, хорошо. Слуп, там еще хотят интервью с майкером. А, можно, можно интервью с победителями. Майкер. С майкером интервью мы не играли. Майкер мы не играли. Майкер мы не играл. Майкер мы не играл. Майкер хочет у нас интервью взять. С майкером интервью. Да. Можно его понять. Алло. Здравствуйте. Привет. Это, это великолепная, я считаю, работа тренера в первую очередь. Его главная заслуга. Чувствуется рукопуха. Ну да. Тяжелая моя рука. Как вы работали, как вы готовились к этому, к этому событию? Ну, хочу сказать, что парни предполагали, что будут собираться, проявлять желание, но в итоге один катал FFA, другой соло, поэтому пришлось всем угрожать, собирать и так далее. Ну, ты понял. Ну, мы сыграли порядка 30 игр в течение 4 недель. Да ладно, ну не 30. Ну, мы сколько играли? По 3, по 2, где-то 6 дней. Ну, 20. 20 точно. 20 точно. Ну, Фоги, наверное, да, один отыграл. 20 точно. На арене с пацанами, ну, они как-то не очень хотели потом заходить к нам, поэтому мы на Китае потом еще. И это было, кстати, вот видишь, эта цепочка событий, наверное, это судьба победителей, понимаешь, Миш? Потому что... По пинге? Да. Потому что получилось так, что пацаны с ГГ не заходили к нам в игру. Ну, потому что это не FFA, смайкеры, там, желающих немного Фоги забрить. Ну, почему-то, я не знаю. Я всегда захожу. Ну, вот. И получилось так, и получилось так, что нам пришлось уйти на Китай, а там реально жойстики играли. Я вот серьезно говорю, нам было там, ну, не хочу выразить никакого неуважения к играющим, но там нам было, ну, не легче, чем вот в этой игре. Я не знаю там, что парни думают, но, блин, там жестко играли. А был вообще чувак, который там за нас тащил катку, я помню, да? Помните, какой-то китаец был еще, который... А, он еще и пел, кстати, там в Фоге есть запись. Прекрасно. Да. Талантливый во всем. Ну да, то есть там, да. Вообще, Криньки Тайна закалил, я бы сказал. Ты, Майки, разобрался, как стримить из этого клиента? Нет, нет. Я только сегодня его поставил, кое-как там потыкал, помогли советами. Слушайте, вопрос по талонам. Вы талонов принципиально несколько штук не добавляете? У меня было три талона. Я сделал два, я сделал четыре. Я сделал четыре. Возможно, ты их не развледел. Да, да. Там, видимо, было большое количество всего. У нас изначально было как-то, что я строю одного Медведя Химеру, ТГВ сидит в пятьдесят и добывает голду и, собственно, скидывает мне и Пуху ресурсы. А Пух строит тоже, ну, приоритет на Гиппогрифов и Химер еще добавляет. То есть, получается, у меня крит масса Химер, у Пуха Гиппогрифа и ТГВ там добавляет уже талонов. Но он почему-то Фейриков. Да, он любит Фейриков. А кто этих трех Фейриков добавил в сражение? Ну, любит Фейриков. Это кто? Это чьи Фейрики, признавайтесь? Это ТГВ. Но там не Фейрики, там Химеры дали сплавить. Они большие разобрали. Они, конечно, не Фейрики. Все мы видели. Это все Фейрики сделали. Всех некрасов баньш убили они. Кто-то знает, что... Два любителя Фейриков, я понял. Пересмотри демку, тренер. Было приятно очень посмотреть за игрой. Тем более, когда так слаженно, четко. Вообще все. Молодцы. Ух, спасибо вам. Спасибо, Макер. Можно мне вопросы тебе задать? Потому что я уже давно тебя не слышал, соскучил, сам понимаешь. Мой вопрос. Да. Когда ты начнешь стримить FFA, а не всякие нубские XCOM и так далее. У меня иногда пробивает ностальгия по вечерам, и я тихонько плачу. Потому что я хочу зайти в FFA, создаю игру, а ко мне никто не заходит, понимаешь? Ну, сейчас вот есть уникальная возможность кинуть клич в чатике. Когда будет следующий FFA у вас? Скажи. Без меня, который... Нет, Макер. Ты тренд. К тебе зайдут, тебя это самое утешит. Добрые пекари из чата. Обнимут, смахнут слезу с твоей щеки. Приходи на FML, там тебе все. Там неинтересные катки. Круто, круто. Ну серьезно, когда следующий стрим у вас там по FFA? Не знаю. Я просто не планирую в ближайшее время, к сожалению. Пух, пух, Насю еще на следующей неделе 2 на 2. Да, 2 на 2 рандом кап. Смотри, Макер, тогда надо как-то заманить. Заманить, ведь я даже не знаю как. Смотри, сейчас. Подожди, надо быстро обработать информацию. Так, все, есть решение. Смотри. Скоро 2 на 2 рандом кап. С рандомным героем, как FFA, ты любишь. Ты можешь взять Абвера, например, в команду. А Хэппи я могу взять в команду? Можешь взять Хэппи, но я тебе советую как бы сильного игрока. Абвера, конечно. Ты можешь взять Абвера и вы в 2 на 2 с рандомным героем будете катать там. А какой приз? Какой приз? Приз там, короче, триллион долларов что ли. А вы будете играть? Ну, мы будем, да. Не-не-не, я пас тогда все. Я адекватно оцениваю свои шансы. Ладно бы там Хэппи еще играл, но... Хэппи будет, он не выиграет. А че ты смеешься, Майкер? Че ты смеешься? Здесь другие ребята. Да, тренер. Да. 2 на 2 рандом этот и Хэппи не выиграет. При всем уважении к Некрамонгеру. Да. Ну... Ну... Когда это будет? Когда это будет? Да, 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 да. Надо же тренироваться еще, понимаешь? На следующей неделе, 26-го по-моему. Надо хотя бы соточку игр отыграть. Там уже есть этот турнир на ГГ. Ну, имеется в виду. Ничего себе. Сотка игр в день с Абвером. Вообще, возродите оба ваши. Называй до 25-го числа в субботу следующую. Тим Кап номер 1, 2x2 Random Hero, 3000 призовой фонд. Это пока, это пока 3000 долларов. А потом еще кто-нибудь добавит. Там даже мистер Виннер будет стримить. Ну, мистер Виннер, как бы да, там он собирает команду рифломэнов, но... Ну, как бы... Ну, приглашаем тебя, Майкер. Я буду рад, если ты участвовешь. Спасибо большое за приглашение. Я подумаю и, может быть, действительно с кем-нибудь тогда... С Абвером. Зайдем с Абвером. Ты, кажется, хочешь нас похоронить просто. Или с Абвером, или с Соколом. Нет. Я думаю, что у нас у всех будет одинаковый шанс, на самом деле. В 2 на 2. Я серьезно так говорю. Рандом герои? Вот. Да, да. Рандом герои, это вообще весело. Вам с Абвером будет выпадать ТЦМК. ТЦМК. И 2 фаерлорда. Угу. Ну да, как обычно. Так и выпадает. Спасибо, Миш, тебе за теплый слава. Всегда рад тебя слышать. Спасибо за игру. Было все классно. Увидимся. Увидимся, Майкерс. Спасибо за интервью. Майкерс, с тобой в бане увидимся. Да, согласен. Пух, приезжай в бане. Да, обязательно. Будешь опять визжать. Ладно, давай. Но это уже как бы не на стриме, Майкерс. Да, да. Ой, хорошо как, а. Прям, прям, знаете, сразу же настроение улучшается. Потому что люди хорошие. Чувство юмора присутствует. Подписывайтесь там, в общем, на канал. Поги там, Пухон. Чтобы не пропустить. Они, судя по всему, регулярно общаются. В таком стиле. Пух. 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 Не глуп. Пух. Пух. Ну, а сейчас... Сейчас... Ой, ну давайте сделаю менее ярко. Сейчас будет XCOM. Только надо поставить... заливаться эту запись. Заливаться эту запись. Пух. Пух.